всем привет всем хорошего дня наконец у меня появилось время возможность записать себя записать видео и я с такой короче поныться хочу наверное даже пожаловаться или еще что-то короче apple компания apple моя любимая короче дело в том что когда я был на фестивале снимал фейерверки так получилось что мне разбили телефон я месяц назад купил телефон новый iphone 13 pro вот и во время фейерверков туда попала искра и получается телефон треснул вот там небольшая трещина стекло лопнуло но тем не менее телефон новый ходить с трещиной тоже как-то не хочется тем более гарантия за собой смотрел на есть гарантия я могу его вернуть но не вернуть я продать в ремонт вот я субботу поехал в apple видео какая я хожу в apple проверяю туалет в компании есть как раз этот ролик это вот в этот момент я ездил в apple так вот я к ним приехал прождал три часа и техник пришел протестировал на телефон посмотрел я ему объясню спорта он не говорит но при том что у меня там было написано у вас есть ограниченная версия apple к плюс это типа страховка на случай если что-то происходит с телефоном ну или вообще какой-то другой техникой да на что вы купили как вот это блоки поскольку только телефон купил я думал у меня как бы есть гарантия вот техник посмотрел вообще дотяните англ в тенёчек много жарко у нас очень жарко 32 градуса аномальная жара до сих пор в испании сохраняется не только в испании короче и я поговорил ночью с техником он посмотрел говорит что смотри ремонт без apple кент этот плюс да будет стоить пятьсот семьдесят семь евро хорошо но ты можешь купить apple к и тогда тебе ремонт будет стоить девяносто девять евро хорошо сколько стоит это так вот я он говорит там что 200 чем-то евро короче 11 евро в месяц можно платить либо заплатить за два года там 200 сентября не помню какая сумма если честно точная но в этом и не столь суть в любом случае получается дешевле заплатить 200 евро чем там 600 да короче я хорошо я у него спрашиваю а могу ли я поскольку я уже опаздывал не опаздывал мне времени не было мне нужно было ехать обратно blue red вот я говорю могу ли я купить apple кей чуть позже и вернуться на следующей неделе к вам вообще без проблем только заново возьми запись приедешь и все отдашь телефон я единственно сейчас аннулирую твою запись на что ты приходил вот и потом ты вернешься и всяком тебя отремонтируем вот я вышел сходил до томиха фигера вот купил на место пораженной футболки вот эту другую потому что там распродажи 50 процентов скидки она короче вышла не так дорого короче не столь суть дело не в этом а я думаю а чего я тянуть-то буду ну поскольку я сейчас барселоне у меня еще есть время час или полтора там было до автобуса с долёра это куплю apple кей я сразу же купил apple кей с телефона все оплатил и пошел сразу обратно в apple они меня приняли уже другой техник меня принял он зарегистрировал мне пришла фактура на счет на почту что я должен буду оплатить девяносто девять евро за ремонт телефона все они сказали ждите ждите неделю на следующей неделе вам придет значит смс-ка и вы приедете и все значит отремонтируете он без проблем я уточнял что я понимаю что страховой случай произошел после того как до того как я купил apple кей в эту страховку он сказал вообще не все нормально не беспокойтесь это как бы ничего не влияет главное купить и вот это пункт и я купил во вторник мне значит станет суббота-воскресенье понедельника через три дня мне звонит техник и говорит мы не можем отремонтировать ваш телефон по причине что вы четыре часа пришли зарегистрировались о том что у вас поломка в четыре пятнадцать вы купили полки но он говорит ну вы можете обратиться в другой сервис и вообще не в apple мне могут адрес там поехать я сначала не понял и говорю подождите что у вас вы не можете отремонтировать только нет мы не можем потому что вот вы знаете страховка не покрывает потому что она на пользу но ваш техник сказал мне вот ничего не знаю ничего не знаю это не мои проблемы говорил не я а вот он и поэтому с меня взятки гладкие не понял смысле тебя взятки гладкие давай-ка разбираться в общем мы с ними на 20 говорили он там вообще меня очень грубо разговаривал испанец немножко в шоке конечно что себя вел и он перебивал меня в общем он меня не давал мне ничего сказать потому что я уже потом разлился я начал говорить подождите вы обманщики вы мошенники вы меня обманули вы вели в заблуждение вы мне сказали неправду вы меня наговорили то чего не является правдой а в итоге теперь хотите чтобы я плачу вам кому искал триста семьдесят евро или триста пятьсот не помню сумму какую-то он искал в другом месте я говорю нет подождите вот вы мне сказали вот так я сделал как вы мне сказали бы ставите машина чистит улицу и шумно очень и ничего наверное не слышно будет так вот он получается меня затыкал он там грубо разговаривал он уже сам психнул что я с вами уже 20 минут разговариваю вы меня не хотите понять вы подождите почему я этого должен понимать когда ну это ваши проблемы это вы как бы ваша ошибка вы мне вот так сказали вы мне вы мне как бы вселили ложную надежду вы меня обманули вы просто вот как мошенники не знаю только нет что вы такое говорите это как бы с вами говорил другой мой коллега с ним и типа надо разговаривать и вы так вы разбирайтесь с ним с этим коллегой я тут я приехал к вам с проблемой с тем самым что телефон купил месяц назад у него еще гарантия как бы да это не страховой случай но не гарантийный но тем не менее у вас там правило прописано окей я купил этот полке у меня еще была возможность купить я купил все как вы мне сказали я все сделал теперь вы как бы идете в обратную короче я психомат говорю все до свидания не хочу с вами разговаривать он а он говорит мы вам вернем деньги я говорю нет мне не надо никакие деньги выполнить эту услугу которую вы мне как бы обещали вот но он решил не выполнять никакой этой услуги я психомат сказал что все не хочу с вами разговаривать до свидания я буду писать жалобы пишите где хотите что хотите мне теперь все равно ладно раз тебе все равно я короче написал письмо в приемную тима кука я думаю вы знаете кто такой тим кук да но это конечно не основатель но тем не менее это главный акционер генеральный дилек короче создатель вот этих вот техники apple это не стив джок вы поняли это первое лицо компании я написал в приемную жалобу претензию типа так и так и там вот потом решил думаю хорошо ну я не знаю ответит мне ответит что чего ждать ну вы сами понимаете приемность тима кука как бы не знаю так все равно что написать президенту на почту и ждать от него вот по итогу я написал туда письмо думаю напишу еще в защиту прав потребителей письмо напишу еще письмо в защиту прав потребителей испании но я им позвонил они видимо сиеста была были недоступны я написал в мадрид еще и позвонил значит тоже в отделение здесь тоже мадридская вот они там меня перевели на москву на москва мне сказала но мы вам ничем не поможем я так и сразу сказал что причем тут москва когда мне надо забираться с барселоны потому что в барселоне как бы вся ситуация произошла вот и я написал в мадрид смотрите мне ответили я бы так в итоге вот везу жерону отвез телефонами в этом забрали почему я сказал что нет я хочу поменять мне не интересует ничего давайте мне другой телефон потому что ну у меня уже знаете дело принципа в плане того что вы бы я с вами по-хорошему сами обманули меня теперь по итогу узнать что я взял телефон все его забрали сказали в понедельник и приехал я сейчас старым старый телефон тоже я вот утопил на нем не держится зарядка и они вообще-то отказались все монтировать хотя он ну оригинальный я ничего с ним не делал в плане не вскрывал ничего не гонял и так далее в apple его отказались ремонтировать сказали мы не знаем причина тестировали по итогу зарядка так заработала но заряд не держит и не работает файс айди вот и ну они не захотели его ремонтировать короче не знаю ну не столь суть не столь важно вот и по итогу значит все телефон забрали сегодня мне пишут из приемной тима фута по дорогой андрей здравствуйте мы типа поняли вашу проблему но к сожалению нам нужно с вами связаться по телефону и обсудить все что произошло чтобы точно разобраться в этой ситуации опа неожиданно и прям очень неожиданно очень приятно потому что был такой момент что я думаю все я соберу всю свою технику apple вся что у меня есть просто возьму я отвезу туда порселону знаете подавитесь я больше не хочу работать на вашей технике перехожу на android на windows вообще никак ничего знать общего не хочу с вами вот и сегодня значит ушел сообщение они мне позвонили я им говорю простите я не говорю по-английски можно по-испански они все окей мы с ними по-испански поговорили а об этом и говорит а вы на каком языке говорите давайте может быть вообще удобнее на вашем языке поговорим на русском и она такая опа ну давайте я вас значит сейчас свяжу передам своей информации всю информацию коллеге и она с вами связывается по-русски вы поговорите всю всю проблему изложите чтобы вам было комфортно и потом ему этот отчет составили потому что мы написали жалобу в приемную тимакука он как бы оказывается их проверяет все жалобы и то есть головной офис у которой здесь в барселоне а то там будет ну и все раз так значит будем давать дело до конца пусть знают что говорят я правда имен не помню ни техника не того кто мне звонил но тем не менее думаю это все можно проверить я думаю что он меня кстати затыкал только для того чтобы телефонный разговор записывается чтобы но ему не влетело что он так со мной грубо говорить или еще что то есть что я обвиняю что они обманули и не выполнили этот сервис да так нормально вот он не затыкал вот сейчас я жду конечно звонка из русскоязычного офиса получается русскоговорящего вот но она мне сказала вы подождите не переживайте с вами связаться обязательно поговорим если вдруг вам не позвонят вы мне напишите на почту я это с вами свяжу сконтактируются но короче вопрос там не мне на самом деле очень приятно пустаясь и вчера сидел дома буду записывать видео возмущенное том что apple такие негодяи обманули меня там тут и тут и я не знаю чем сейчас дело закончится очень даже интересно но по крайней мере даже если уже были предприняты какие-то саги в плане извинений еще чего-то это уже хорошо его это очень даже спасибо вот всем посмотрим что будет дальше мне даже очень интересно вот я не знаю но я в такой ситуации конечно первый раз вообще в принципе и в испании я не припомню что где-то скандалил а тут такая ситуация что пришлось искать какие-то меры искать какие-то правы на более на apple я правда не мог подумать что apple еще так отреагирует это очень клиента ориентированно очень даже так хорошо что они клиентам как бы отвечают очень спасибо им за это вот поэтому технику apple пока я не готов возвращать назад будут пользоваться дальше ну посмотрим все что мне скажут в офисе потому что все отмотят но в жероне по крайней мере уже телефон мы сказали же мне ждем понедельника но ситуацию хочу решить хоть как-то что-то по крайней мере справедливо было с пресса ними обманули значит отвечать дела такие вот приключения у меня произошли за последнюю неделю поэтому не забывайте поставить лайк мне это точно будет приятно хоть немножечко погреет душу пишите комментарии сталкиваетесь ли вы с такими проблемами как решали их и так далее всем хорошего дня увидимся пока пока